Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западный Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из церкви Волна. Мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневном хождении. Приятного просмотра. Скажите «Божий дом» — мой дом. Ну же, скажите с верой «Божий дом» — мой дом. Сегодня мы поговорим о Божьем доме. Когда мы думаем о Божьем доме, надо понимать, что это и наш дом тоже. Это не место, куда мы иногда заходим, это наш дом. Это не место, где мы периодически появляемся, это наш дом. И когда мы приходим к себе домой, мы чувствуем себя как дома, не так ли? Вот вам слово на сегодня. Это будет проповедь из одной серии, но именно сегодня я хочу поговорить с вами вот о чем. Ты рожден для большего. Я бы хотел поговорить с вами о предназначении Божьего дома. Он нужен не просто для того, чтобы туда приходить, слушать проповедь, петь прославление. У Божьего дома очень важное предназначение. Я поделюсь с вами тремя пунктами касательно сегодняшнего слова, и хотел бы, чтобы мы все ушли с ними домой. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Мне очень нравятся эти стихи. Читая их, я вспоминаю свою жизнь до Христа, некогда не народ. Кто-нибудь здесь помнит свою жизнь до Христа? Тут сказано «некогда не народ». Кто помнит те времена? Кто здесь рад, что они остались в прошлом? Лично я очень рад. Некогда не народ, а ныне народ Божий. «Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Тут сказано «вы уже не пришельцы». Мне нравятся эти стихи. Помню тот самый день, когда впервые пришел в церковь. Я чувствовал себя странно, придя в Божий дом. В голове пронеслась мысль «что здесь происходит?» Я думал «куда делись статуи?» «Где все кресты?» «Почему парень на сцене, не в рясе?» «Почему он так не похож на священника?» «А свечи где?» «Что за музыка?» «Что делают все эти люди?» Вот что я помню. Тут сказано «некогда не народ, а ныне народ Божий». «Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Я стал размышлять, в чем же различаются эти две характеристики. И понял наличием греха. Не согласны, нет? Грех отделяет нас от Бога. Из чего следует, что он отделяет нас и от всего, что есть у Бога. В Библии также сказано наказание за грех смерть. Поэтому стратегия дьявола такова «завлечь нас грехом и убедить, что это не грех». А грех — это то, что разделяет вас и меня от Бога. Скажу по-другому. Нераскаянный и неисповеданный грех. Вы здоровы настолько, насколько велик ваш самый страшный секрет. Вы здоровы настолько, насколько вам нужно вывести его на свет. В Библии написано, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи уверен и праведен, простит нам грехи наши». Некогда не народ, а ныне народ. Я вспомнил кое-что о дьяволе. Он использовал эту схему с Евой. Разве не так? Он обманул ее, заставив думать, что употребление запретного плода в пищу не было таким уж грехом. Он обманул ее. В третьей главе Бытия сказано, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания». Также в притчах 20 главе 17 стихе написано, «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдой». Если мы откроем этот же стих в современном переводе, то вот что мы прочитаем. «Сладка человеку пища, добытая обманом». Здесь говорится о пище, добытой обманным путем. Другими словами, съедобная коррупция. Если вы заключили с кем-то сделку и обобрали своего партнера до нитки, то, возможно, к вам в голову придет такая мысль, «Вот, это куча денег, и сейчас я заработал ее на этом парне». Пища, добытая обманом. Нравится людям. Так говорит Библия. Прочитайте еще разок. «Сладка будет такая пища, но после нее рот будет полон песка». У дьявола есть отработанная стратегия. Опустить нас поглубже в пропасть обмана, пропасть греха. Хочу показать вам, что сделал Моисей, потому что он это понимал. Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараонов. Слышите меня, да? Все кампусы, Норф-Лейк, Часапик, послушайте это. Тут сказано, он отказался называться сыном дочери фараоновой. Другими словами, он тем самым заявлял, «Я больше не часть дома египетского, я больше не часть дома фараона». В Библии написано, что он отказался называться так. «Он предпочел жить, неся бремя выходца из Божьего народа, нежели чем испытать мимолетное удовольствие греха». Если вы помните, люди в Египте, как написано, «жили развращенно», то была очень греховная нация. А израильтяне были Божьим народом. Это Ветхий Завет. Мы читаем об этом в Новом Завете. «Вы род избранной, царственное священство». Тут говорится о людях, которые стали частью Божьей семьи. Но давайте вернемся к Ветхому Завету. Вот что говорит Моисей. «Лучше я буду частью народа Божьего, что означает, я претерплю трудности, и я не собираюсь идти путями египтян. Путь египтян – путь греха. Я лучше буду страдать вместе с Божьими детьми в Божьем доме, чем окажусь в одной упряжке с домом Египта и пойду его путями». Моисей смотрел сквозь соблазны греха. Чтобы получить больше благословений, нам нужно научиться смотреть сквозь соблазны греха. Но кто-нибудь скажите уже «Аминь». В Библии говорится, что жизнь на земле временна. Мы пришельцы здесь. Мы не настолько привязаны к миру, чтобы идти его путями, путями дома этого мира, чем путями Бога и Божьего дома. Вот что об этом сказал Иисус. Евангелие от Иоанна 15 глава. «Если бы вы были от мира, то есть от Египта, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Хочу кое-что спросить. Было ли когда-нибудь в истории такое время, как сегодня, когда люди бы относились так враждебно по отношению к Церкви и Слову Божьему? Было ли когда-нибудь в истории такое время, как сегодня, когда мир бы так искусно скрывал от нас греховность того, что мы делаем, убеждая нас, будто в этом нет ничего такого. И если вы пойдете против толпы в этом вопросе, то вас посчитают узком мыслящим, нетолерантным. Вот что я хочу вам сказать. Вы царственное священство. Вы род избранный. Вы пилигримы. Вы просто проходите мимо. Не стоит так привязываться к этому миру и так обманываться привлекательностью греха, чтобы потом посчитать себя недостойными, приходите в Божий дом, слушать Божие Слово и исполнять Божью волю. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Но чтобы понять это глубже, вам нужно усвоить следующее. Первое. В Божий дом не войти спящим. И когда молился вид, это, кстати, Евангелие от Луки 9, глава 29 стих, вид лица его изменился. Происходит некое превращение. И одежда его сделалась белая, блистающая. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, явившись во славе. Они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отекчены были сном. Господь, как много спящих христиан в доме Твоем. А вот перед нами Иисус в момент превращения. Его одежды сделались блистающими. Вот перед нами Моисей, один из самых великих мужей Ветхого Завета. Вот перед нами Илья. Моисей и Илья разговаривают с Иисусом. А вот и Иисус, блистающий в своей славе. А что в этот момент делают ученики? Ох, Иисус нас так измотал. Я так устал. Этот прославленец заставлял меня хлопать, а мне не хотелось. Этот пастор... Этот пастор проповедует так громко. А вот и Иисус, Моисей, Илья. Вот она, Божья слава. Вот Царство Небесное. Вот врата небес. Бог действует. Иисус говорит о распятии, о воскресении, о жизни после смерти. Но где же его ученики? Иногда, приходя в церковь, вы попадете в Божий дом, но вы спите, как Иак. Господь здесь, но вы этого не замечаете. И вот вам утренний будильник. Мне нравится это место. Тут написано, что там был Петр, и он говорил со Христом, но перед тем, когда они проснулись, увидели его славу. Когда они проснулись. Иисус был там, но они не видели его славу до тех пор, пока не проснулись. Когда они проснулись, они увидели. А вот и Петр. Петр классный. Как готовый к стрельбе огнемет. Очень импульсивный. Он сказал наставник, как хорошо нам быть здесь. Сделаем три шалаша. Один тебе, один Моисею, один Илье. Ты будешь в центре. Потому что Иисус — это центр всего. Петр не спрашивает, что означает происходящее. Он уже объяснил это себе. После чего Господь говорит прямиком с небес, «Сей есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте». А вот это же место в переводе Стива Келли. «Петр, замолчи. У тебя два уха и один рот, поэтому слушать нужно в два раза больше, чем говорить, «Петр, это мой сын. Слушай его». В Библии сказано, «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа». Я хочу сегодня сказать вам, что слишком много людей спит в Божьем доме. А когда им, наконец, открывается Божья слава, они строят алтарь, посвященный тому моменту, когда Господь что-то сделал. Но потом они не могут отойти от этого алтаря. Они приходят к алтарю, там течет река. Я пел эту песню, когда только спасся. Нам нужно петь ее всегда. Когда я спасся, у нас была вот такая вот малюсенькая церковь. Прославление у нас длилось столько-то, проповедь столько-то, самослужение столько-то. Мы строим алтарь моментом. Но Иисус не желает, чтобы мы строили алтарь моментом. Он дарит тебе эти моменты, чтобы потом ты мог спуститься с горы и сказать людям, что ты слышал и видел. Ну же, церковь, не тормозите, не засыпайте. Для славы и благодати Божией не засыпайте, просыпайтесь. Аминь. Второй пункт. Вам нужно распробовать Божье царство на вкус. Помню, как 20 лет тому назад, в этом январе, будет 20 лет с тех пор, как состоялся наш с Севом разговор. Я сказал ему, как сильно люблю пончики, люблю пончики с корицей. Никогда не забуду, что тогда сказал мне Сев. Он спросил, Стив, а ты когда-нибудь был в Криспи Крим? Я посмотрел на него и спросил, а это что такое? И он так посмотрел на меня, что я тут же понял, я упускаю что-то очень важное в своей жизни. Он сказал, Стив, пончики из Криспи Крим, самые вкусные пончики в мире. Ты не жил, если не пробовал эти пончики. Чисто из любопытства, я доехал тогда до бульвара и купил пончик в Криспи Крим. С тех пор я там постоянный покупатель. Я люблю их. Попробуйте эти пончики, и вы убедитесь, что они просто превосходны. До сих пор я неровно к ним дышу, уже не могу себе позволить есть их постоянно, но после того, как вы впервые попробуете Божие присутствие на вкус, когда вы вкусите Божью благодать, после того, как ваши глаза откроются, одно лишь прикосновение Духа Святого, и вам навсегда разонравится посредственная жизнь. Вам больше не будет нравиться в доме у фараона. Вы поймете последствия обольщения грехом. Вам захочется, чтобы вас причисляли к Божьему народу. Вам разонравится играть в грязи, потому что вы поняли, каково оно, Божие присутствие на вкус. Ничто другое уже не сможет наполнить вас. Ничто не сможет удовлетвориться. Никто не заполнит пустоту размером с Бога внутри вас так, как сумеет это сделать сам Бог. В Библии, в первой книге Паралипоменон, 13 главе написано. Давайте расскажу предысторию. Давид пытается возвратить, уловите сейчас суть, Ковчег Завета. Что это? Это то место, где обитает Господь. Давид пытался вернуть Ковчег Завета, хотел разрушить шатер и построить Богу храм и начать с Ковчега Завета. Он возвращает его, но не знает, сможет ли он вынести Божие присутствие, поэтому он увозит Ковчег в дом некоего Авидара. И вот сказано, «И устрашился Давид Бога в день тот и сказал, как я внесу к себе Ковчег Божий». И не повез Давид Ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефианина. И оставался Ковчег Божий у Авидара в доме его. Три месяца, и вот что. Благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Благословил все, что у него было. Что значит все? А вот что. Микроволновка стала работать быстрее. Газа в квартире стало больше. Вода стала нагреваться быстрее, когда включаешь кран. Его жена стала исполнять все его капризы. Она устраивала ему настоящие праздники в постели. Все, что у него было. Ну же, если вы повнимательнее прочитаете эту историю, то поймете, что значит все, что у него было. Его дети стали здоровее и начали вести себя лучше. Его скотт стал кормить его так, как никогда не кормил. Качество говядины, вкус яиц, было не описать. Это самые вкусные яйца в моей жизни. Что произошло? Божественное пребывание принесло благословение. Я говорю это вам. Вам нужно испытать Божью благодать. Давид это понял. Нам нужно все сделать правильно. Он возвращает ковчег в город Давидов. А что делает Авидар? Практически никто его не понял в тот момент. Может, до этого он казался всем обычным. Но теперь, после того, как он испытал, что есть божественное пребывание, он уже не мог вернуться к прежней жизни. Если Давид перевозит Божий ковчег в Иерусалим, Авидар переезжает в Иерусалим. Я буду строить свою жизнь вокруг Божьего ковчега, вокруг самого Бога. Я больше не буду прежним. И далее приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов. Посмотрите на все эти имена. Посмотрите на эту команду левитов. Посмотрите, кто был выбран в музыканты. Здесь сказано, что Авидар или по-другому Авет Едом был поставлен привратником. Он был музыкантом. Так говорит Библия. Он ездил за ковчегом и строил свою жизнь вокруг Бога. Любое решение, которое ему предстояло принять, принималось с учетом того, что для него значит Божий дом. Смотри, и здесь написано его имя. Где? Да вот тут. Ах, вот оно, да. Не только лишь с учетом того, что он может получить от Бога, но и учитывая, что сделал Господь, когда благословлял его раньше. Я буду сторожем у ворот. Я буду служителем порядка. Буду в служении зонтиков в воскресенье с утра. Если утро будет дождливое, то я буду встречать всех с зонтиком и провожать их от машины до Божьего дома, потому что я испытал на себе, что есть Божья благодать. Ибо желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Библия говорит здесь обо всех этих людях. В первой книге Паралипоменом, 15 главе, в 18 стихе сказано, что Авидар был привратником. Далее, 16 глава, 5 стих, говорит, что он служил с Псалтирью и Цитрами. Улавливаете суть? Этот человек пережил Бога, после чего он понял, Божий дом, мой дом. Вот последний пункт. Вам нужно вступить в право владения. В Бытии 30 главе, 8 стихе сказано, и сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней как деверь и восстанови семя брату твоему. Его брат умер. Мы не знаем, что с ним случилось, но он умер. Иуда сказал Анану, послушай, муж этой бедной девочки, твой брат погиб, и теперь у нее не будет потомства, никто о ней не позаботится, поэтому на твои плечи ложится ответственность, тебе нужно с ней переспать, чтобы у нее были дети, было потомство, и многие поколения происходили от вашей ветви. В Библии говорится следующее. Кто из вас рад, что мы живем во времена Нового Завета? Просто помните, слава Богу, какое громкое было сейчас аминь. И так сказано, Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю. Другими словами, он практиковал прерванный половой акт. он изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Библия говорит, зло было предачами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. Вы, сейчас думаете про себя. Я даже не представлял, что в Библии есть такие истории. Кто-то сейчас проверяет свой пульс, думая, мы вправду говорим об этом в церкви, но это в Библии. Анан прервал половой акт. Он хотел только развлечься, хотел интима, хотел удовольствий. Я с ней пересплю, но детей она не получит. Слышите, да? Вы спросите, а при чем здесь это? Есть такие христиане, которые приходят в церковь и говорят, мне нравится музыка, нравится слово, здание хорошее, да? Ммм, кондиционеры тут? Мне нравится, что кто-то присматривает за моими детьми, но когда их начинают просить о помощи, они сливаются. Ну скажите, кто-нибудь уже аминь? Он хотел развлечься, переспать с этой девушкой, но он не хотел расти и брать ответственность. Волна, все наши кампусы, послушайте, что я хочу вам сказать. Божий дом, это мой дом, команда прославления, проповедник, не несут всю ответственность за рост Божьего дома. Мы ее несем, все вместе. когда вы в последний раз приводили кого-то в Божий дом. Я хочу бросить вам вызов. Это задача служителей, укоренения, служителей домашних групп и всех остальных. Нет, нет и еще раз нет. У каждого своя роль. Мы все должны созидать вместе, сообща, Божий дом. Воздайте славу Богу, если вы получили слово сегодня. Аминь. Я молюсь, чтобы вы радовались этому посланию. Зайдите на наш сайт и сообщите, что вы смотрели нас сегодня. Я буду рад послать вам подарок. Спасибо за то, что смотрели нас. Я бы хотел помолиться с вами сейчас. Если это послание говорило вам, и вы знаете, что не живете для Бога так, как раньше, может вы узнали, что Бог реален, и вы хотите принять решение и посвятить Ему свою жизнь, помолитесь со мной такой молитвой. И скажите Ему, Иисус, я прошу тебя прямо сейчас, войди в мою жизнь, сделай себя реальным для меня. Я принимаю тебя своим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса я молюсь, аминь. Сообщите нам, что вы смотрели нас сегодня, и мы отправим вам подарок. Вам понравится? Телевизионное служение Хэмптон Роудс существует по всему миру. Я бы хотел, чтобы вы приехали со своей семьей в нашу церковь. У нас есть замечательные программы для взрослых, для детей. Наши служения дают жизнь. Мы бы хотели видеть вас здесь. На экране есть все детали и адреса. Я бы хотел, чтобы ваша семья встретилась с моей семьей. Увидимся на следующей неделе. Желаю вам благословений. Мы приглашаем вас на наше воскресное собрание. Церковь Волна расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей церкви, времени и месте богослужений посетите наш веб-сайт. Дорогие телезрители, мы находимся в Хэмптон Роудс. Нашу телевизионную программу еженедельно смотрит 42 тысячи человек. Я возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в Хэмптон Роудс существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный передавать послание, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел партнерства. Вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда верно. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса, кто будет светом во тьме. Выпускники, пасторы, учителя, поклонники, мечтатели, займите свое место среди них, не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться им и величать его среди наших испытаний. Этот человек являет любовь изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за ним, следовать за ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Субтитры создавал DimaTorzok